Каргильская война, пограничный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в 1999 году, официальные индийские представители в ходе конфликта предпочитали не использовать слово «война», а пакистанская сторона вообще отрицала свое участие в нем. Предыстория. В конце 1998 и начале 1999 года в отношениях между Индией и Пакистаном наметилось заметное потепление. Состоялось несколько встреч на высшем уровне. В феврале премьер-министр Индии А. Б. Вадшпы посетил пакистанский город Лахор, где открыл автобусное сообщение между ним городом Амритсар. Была подписана Лахорская декларация, призванная снизить риск случайного или несанкционированного применения этими странами ядерного оружия. В то же время, ключевой проблемой двусторонних отношений оставался вопрос о штате Джамы-Кашмир, разделенном линией контроля после войны 1947-1948 годов. В индийской части штата продолжали действовать партизаны, стремящиеся к отделению ее от Индии и присоединению к Пакистану. На линии контроля постоянно происходили артиллерийские перестрелки между двумя странами. Не все представители пакистанской военной элиты поддерживали курс на сближение с Индией. В генеральном штабе пакистанской армии был разработан план проникновения в индийскую часть штата и занятие ряда позиций в горах в округе Каргил. Вероятно, с целью заставить индийцев покинуть находящийся восточный ледник Сиачин, место спорадических боевых действий между пограничниками двух стран с 1980-х годов. Существует неясность относительно того, проинформировал ли начальник генштаба Первез Мушаров об этом плане премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Сам Шариф позднее утверждал, что узнал о событиях в Каргиле от индийской стороны. Потери сторон данные о потерях сторон значительно отличаются. По индийским данным, Пакистан – 696 убитых, в том числе 41 офицер. Индия – 407 убитых, в том числе 24 офицера, 584 раненых, 6 человек пропали без вести. В соответствии с данными, приведенными генералом Первезом Мушаровом, занимавшим в тот момент пост начальника штаба армии Пакистана, Пакистанцы потеряли не более 250 человек вследствие артобстрелов. Потери индийской армии составили между 1500 и 1700 убитыми и столько же ранеными. Генерал признал факт пересечения линии контроля пакистанскими военнослужащими, которых к этому вынудил артиллерийский обстрел с индийской стороны. В ходе боев ВВС Индии не обошлись без потерь. Все сбитые летательные аппараты были, по данным большинства источников, поражены с помощью ПЗРК, вероятно, анза пакистанского производства. Как утверждали пакистанские источники, сбитые самолеты и вертолеты были обстреляны в воздушном пространстве Пакистана. При этом список индийских потерь выглядит следующим образом. 27 мая МиГ-27 из девятой эскадрильи, который два раза в течение часа наносил удары по позициям пакистанских войск, был сбит в 11.15. Упал на пакистанской стороне, летчик взят в плен, возвращен Индией 4 июня. 27 мая МиГ-21 из семнадцатой эскадрильи сбит в том же районе. Через 20 минут упал на пакистанской стороне, командир 17 эскадрильи Ахуджа погиб. 28 мая МиГ-17 сбит во время удара Нурас по позициям пакистанских войск в секторе. Мушкох упал на индийской стороне, пять офицеров ВВС погибли. Индийцы, однако, официально не признают потерю первых двух машин. Действительно, пакистанская информация об их падении основывается на достаточно спорных показаниях. Потери боевиков оценить крайне сложно. Некоторые индийские источники упоминают огромные цифры, вплоть до убитых, но это маловероятно. Вряд ли даже общая численность участвовавших в конфликте сепаратистов достигала половины от этого числа. Можно предполагать потери боевиков убитыми в 550-600 человек, то есть не намного больше, чем потеряли индийские войска. В это число стоит очевидно, включить несколько десятков человек из пакистанских регулярных частей. Вне всякого сомнения принимавших участие в сражениях о количестве раненых можно лишь догадываться. Потерь пакистанских ВВС отмечено не было в связи с их неучастием в конфликте. Итоги конфликта. Конфликт окончился формально победой индийцев, поскольку им удалось отбить практически все территории, захваченные боевиками в первые дни боев. Победу удалось одержать ценой крайне высокого напряжения войск, создавая многократно численный перевес с применением авиации и тяжелого вооружения, при том, что боевики были оснащены только легким и стрелковым оружием. Политические последствия были для Пакистана весьма плачевны. Поражение сказалось на моральном состоянии вооруженных сил страны и в целом нанесло ущерб репутации пакистанских военных и правительства. Напряженные отношения, сложившиеся после войны между Навазом Шарифом и начштаба сухопутных сил Первизом Мушарафом, вылились в переворот и смещение Шарифа с поста премьера. В Пакистане снова после 12-летнего перерыва пришли к власти военные. Конфликт оставил за собой массу нерешенных вопросов, что привело к очередному противостоянию в 2001-2002 годах.